здравствуйте друзья у нас сегодня интервью в студии гость зовут вячеслав давайте пару слов о себе я приехал в соединенные штаты москвы победитель визы лотереи клинкарта играли в общем на удачу много думали куда пристаивать дочь на учебу рассматривали учебу в разных странах сколько лет дочери ну вот 18 лет будет вот в апреле месяце закончили шестнадцатом году решили ну вот вот один из вариантов чем не заполнить заполнили один из вариантов для учебы как бы до планирую чтобы вы мучить то есть я на себя заполнил на жену заполнил на детей не заполняли почему-то мы не заполнили но это нам вообще показалось да игрушка это был первый раз когда россию допустили после перерыва то ли десятый то ли одиннадцатый год а потом у нас начались дела с моргевич и подъем и в общем не до того сталами если и помню то пропускались ну вот так а шестнадцатом году заполнили вот игру выиграл я может даже забыли бы проверить но оказия жена была соединенных штатах какой-то мне табли тоже попросила политического убежища я спрашиваю ты уже проверил результат лотерею тужина там люди проверять хорошо так пошел проверять и касался выиграл но вы испугались обрадовались или какие эмоции были ну в общем сложные конечно эмоции спал немножко ступор потому что я сразу понял что отвечаю за все постойте это было меньше года назад мая месяца до мая месяца а вы уже что вы интервью успели у нас был очень маленький номер какой суммы 370 в первой тысячи вообще так и с хорошо с номером 370 когда вы оказались на интервью физически физическим интервью состоялась 18 октября вот за неделю до этого мы прошли медосмотр который нам все это дело оттянул потому что на моем рентгене что-то врачам не понравилось они отправили меня на сдачу теста на предмет от нет нет как туберкулеза а врачи и че врачи наши они кредитованы при специальной организации называется какая-то международная организация которая не только для иммигрантов в сша работает но там то пора ли это не советские такие миры российские врачи а это какие такие международные да так понял вот вот я ходил сдавал этот тест но там мокроты легкий выкашливая они выращивают культуру 42 дня 42 дня тест длится и мы все-таки находились в подвесном состоянии вы сказали что интервью было через неделю до теста ну то есть мы пришли на интервью к нам все одобрили сказали что условно все удобно если по медицине вопросов нет то вы получите паспорта с визами понял то есть после чего вы там больше месяца ждали медицинского этого всего до конца ноября до конца ноября получили в итоге паспорта с визами учили паспорта с визами у меня она конечно было укороченной поскольку проводился тест вот так закон американский устроен то если человек проходил специальное исследование то срок действия визы вот иммиграционную карачи не полгода вот а только 90 дней после окончания теста о как интересно первый раз лишь такой да и поэтому она и т.е. 90 дней от теста из которых там можно сказать полтора месяца прошли уже прошли мне нет после окончания теста после окончания теста но это уже не так страшно все таки это уже по три месяца вместо 6 то как обычно хорошо и вам сказали значит тест закончился это в конце ноября вы сказали все удачно декабрь-январь-февраль вы должны были там в течение 28 февраля я должен был ехать с единым что все так что бывали не раньше никогда не бывал вот супруга бывал а где бывали ну обычный стран там по европе немножко поездил чехии там румыния венгрия это при коммунистов еще или уже это вот сейчас уже кое-что мы детьми посетили то в париже например были всей семьей жена когда ездила в соединенные штаты по работе или чего на том ты я даже не понимаю как мне там устроено было все хорошо ездила по работе жена она какие-то гостиницы привозила вообще интересно было там жена что-то из америки привела она прямо нас я ходила вообще-то говоря то есть оказалось что соединенных штатах одежда ну примерно такого же вот там сравнимая по качеству вот может но если не в разы то там на 25-30 процентов можно сказать дешевле вместе с перевозкой даже на обратном пути она вынуждена доплатить за лишний вес и все равно это казалось дешевле чем в россии стоит 100 долларов за чемодан да да все равно казалось дешевле то есть сохранился такой вещевой компонент сохранился командировка я думаю нельзя все магазины и запомнили такой вопрос что сейчас команды командировочные там люди как командированные как правильно когда едут куда-нибудь в америку они уже не берут с собой там консервы там хлеб там не знаете продукты что мне не покупать не берут так питаются на местности но по-моему все-таки некоторых людей трясут на таможне на предмет неизвестливые продукты ну да бывает такой вопрос вот жена ездила из москвы в северные штаты в джорси вы говорите у нее были впечатления позитивные нейтральные вообще никакие вот как вот все-таки вас семье есть человек который туда-сюда там несколько раз ездил но она разные там высказали но в целом конечно вот процент на 90 очень позитивный аж что именно вот у нее вызвало позитивные такие впечатления вот она делилась до больше всего люди доброжелательные гостеприимные улыбчивые вот когда я въехал нью-йорк я увидел там много людей мрачных особенно в конце рабочего дня с работы уставшие есть такие вот но если человеку обращаешься у него сразу как какой-то тумблер включается сразу эта мрачка то ушла он тут же раз разданется счастливым да переключился хорошо то есть вы побыли сколько-то в нью-йорке сейчас да ну три дня там пробыли я провал три дня так хорошо не осталось чуть-чуть так мяточку дочь решила где учиться то будет нет еще не решила она заканчивает колледж свой и для то что у нее некоторые курсы они из британской программы если она их закончит официально пройдет тройку могут потом за через сша при учебе что такое как колледж это как это она не в школе учится она уже закончила школу прошлом году а сейчас у нее последний курс колледжа тыс в окей что это что-то про профессионально да что за прогрессе у нас значит это называется вся британский банковской финансовой колледж если я не ошибаюсь название ну а чего она просто какой-то университет не пошла ну вот это на финансов не позволили сделать дорогого еще учиться для российских зарплат дорого то есть те которые получают там даже до 150 тысяч рублей в месяц 150 это много 50 тысяч рублей это очень много для москвы это программист только получает там хорошие деньги это хорошие деньги для москвы очень хорошие то есть обычная зарплата это 50 70 тысяч то есть там правильные тысячи долларов до обучения например высшей школы экономики стандартный тариф там около 410 тысяч рублей вот но я про него вообще за семестр или год но подойдите но кто-то что там учится же учатся на 10 людей богатых маски достаточно то есть это как бы для богатых получается ну в общем да сейчас образование для людей с невысоким достатком стало менее доступным чем было связь это точно образование которое за деньги вот вы сказали высшей школы экономики она практически все бюджетных метров первым гу на одну с факультет куда моя дочь поступала ну правда 10 лет назад значит была старшая дочь старшая дочь которую сейчас уже давно отдельно от нас уйдет вот она поступала в мгу и там на 120 на 120 мест вообще на факультете было только 17 бюджетных мест только 17 остальные все были оплачиваем хорошо но вот высшая школа экономики человек пришел деньги не заплатил это какое-то образование которое открывает двери какие-либо учит там мирового класса образовать или так себе вот там я не знаю там чего я полагаю что сейчас в россии вообще образование сильно упало по качеству с кем я не вижу с молодыми людьми если они не получили образование где-нибудь европе или чем-нибудь их образование в общем оставляет желать лучше но скажем мгв там мехмат физфак химия по своему вузу служу в мфте да это образование сильно упало то есть образование хорошо давайте к физтеху пошли значит дать я к вам закончили вы физтех там когда-то да там но седьмом году это было как он 87 87 моя 78 хорошо 87 году закончили письтех и чего распределился в мпм не лавочкина в городе химки отсюда вице на это ракетно-космическая ракетно-космическая вот я сразу попал на программу фобос вот и кстати попал как раз так называю отдел как же он правильно назывался очень тестируем не в чистом виде понял исправить питательный центр хорошо такой вопрос вот это ящик какой-то был суровый там с допуском сдава с невыездом это было все это было я там чудом сбежал попасть на группу секретности так мой непосредственно начальник не подумав послал мне секретный чате какой-то документ и девушка секретном отделе сказал что вот вот ты подумай сходи к начальнику спроси еще раз его может быть на стоит тебе этот документ брать потому что мы тебе сразу поставим штампик нужное место так начальник передумал начальник передумала не выгодите жизнь портить хорошо вообще с точки зрения вот работы в таком учреждении как бы она научная да то есть образованные люди там нет ничего научно сплошное производство наука находилась да там институте космических исследований а сюда приходила только призвать хорошо народ интеллигентный был или так как бы с кувалдой такой но смысле они обращают не люди саша хороших так хорошо расширить отношения были вот в коллективе хорошие не было что подсиживали подставляли какие-то доносы поднос доносы не писали что как этом но венции нет конкуренции ладно но вот не было такого что допустим там где-нибудь там какой-то особое дело и там через там подпишите тут или там но если это и было я с ним не столкнулся ни разу ну хорошо ладно быстро и сколько же вы так на космос трудились в испытательном цехе но фактически два полных года было вот за это время мы только-только семьей выстроили жильем получили получили по очереди в очереди комната квартире но многие это делать в городе или химках общем к хинкой да ну что ближайший пригород там хорошее место мне кажется хорошее место и после этого я ушел в мжк была такая штучка позорная для советского союза молодежный жильщий комплекс я знаю я отлично помню подождите но у меня под окном был мжк который назывался атом курчатовского института но он был один из первых мжк вот они прямо вот стоял наш дом а вот тут небольшой пустырь и они прямо под окнами настроились то стояли такие интеллектуалы и так лопатками да-да-да висели бетон траншейки какие-то копали да да было но зато там потом они когда заселились там было очень много молодежи деток то есть в этом в этом даже какая-то была своя фишка но это они когда закончили в перестройку другое дело что они это делали в обход той очереди которая была для людей которые ждали десятилетия да 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 и это конечно да это было такое но у нас получилось все уже гораздо потому что я ушел в мжк это было как раз вы как раз собирались эмигрировать а я в это время осваивал профессию каменщика а там надо было сколько на постоянной работе быть по мужиковой то они свободное время там не что вы я реально был то есть я уволился не уволился перевели меня сомпоя лавочкина химкинская сму официально и мы значит официально учились на стройке то зарплату оплатили как строитель или карста лавочки как строителю то есть в одну лавочку на другую лавочку да ну хорошо долго вы там этот бетон мешали ну вот посчитайте нас серийную 89 года по поначалу 92-го полтора года но квартира квартиру в итоге дали дали но вы за него еще мы ближе кинуть но еще доплатили за нее за квартиру и дом сдали только в девяносто пятом году ой я не к этому моменту я уже из славочкина ушел я ничего не понял 90 вы сказали что там 90 каждый человек выполнял так называемый там ну трудовой программе какую-то должен быть часть работы выполнить я не строгал закончил моя часть закончена и вернулись к края до вернулся на лавочке а на лавочке в это время еще не не закрылась там это вся бодяга да но и сейчас существует она то есть хорошо но откровенный был дауншифтинг конечно предприятия а настроение вот какое было настроение вот вы молодой специалист вы там допустим ток-ток из института и какие-то мысли у вас быть и более фестив приличное место не всех берут значит и вышли вы оттуда и вдруг страна возьми и хрязь нету страны вот как вот советский союз нету я думаю что даже обсуждать не стоит ну пропала страна до 7 тяжело был вот но сначала же я поддался просуха была какая-то наоборот у меня то что был подъем думаю ну сейчас все начнется наконец-то коммуниции закончили сейчас он начнется сейчас ельцинс по полу но твои однажды проект в sunglasses она завтра на юг если так ничего негативного как вы собирали так реактивное либо без союзе потом плачутて всё чудо уronшав до интересного выхода выглядит они съедают ее люди об Brett пять заit в другой дни пор подпечатляют налерийск налерийском Academy découvрат said entries шоу такие мелкие конкуренческие сады вот-вот thankfully я играю Богу не знал, что ли мы ну хорошо значит теперь мы продолжаем значит вернулись вы в лавочкина в девяносто пятом году нет я вернулся ее сторон на пару да я хорошо запомнил как мы деньги получали сетками все старые суммы до из этого миллионерами все стали ну то есть после ты пилочному сетку денег и пол сетки идешь магазин купить чего-нибудь то есть эпоха гиперинфляции какая-то была но пережили это в конце концов в начале 94 года вот я там с компанией с НПО уже лавочкина вот мы ушли оттуда на вольные хлеба как-то называлось вот сначала мы пытались зарабатывать просто переводом научных статей на английский язык по заказу американского издательства ну зарабатывалась по тем временам 20 был 10 тысяч люди плачу ларту долга автор долларов люди получались мы себе положили зарплату по 120 долларов в месяц и доходили как крезы но потихоньку вот этот назовем так переводческая контора который там из трех компьютер состоялся человек потихонечку выросло в издательство со своей полиграфической базой так вот и наверное как вся страна с нефтяным бумом переживет эти вот нулевые богатые вот а сейчас я чувствую что все идет вот все идет на спад и мало того что вообще бумажная полиграфия умирает потихоньку то есть остается да да это вид я согласен в основном строится упаковка может быть подарочные что-то вот это вот печать бумажная она дышит наладом а поскольку у нас в основе специализации были научные там отраслевые журналы периодика много там у нас за это время до 30 журналов мы стали сдавать какое-то время а вот дайте-ка где вот этот под камеру ведь такая лежит календарик такой под камеру и под под колпаком под колпаком значит вот это сделано написано шатерфлайк это моя дочь взяла и сфотографировала она очень любит фотографировать она хорошо это делает вот она сфотографирует такой календарик это календарик это моя дочь начи с ней внучки наши там саша и наташа вот и она делает фотки подгружает их на этот шатерфлайк хочу календарь вот пожалуйста это вот еще раз саша и наташа пожалуйста 1 и 3 года другой 10 там почти 11 вот такие и можете заказать все там три четыре пять этих календариков это надоет нам там может быть на работе где-то вешает и так далее на каждый месяц вот те полиграфии и ничего не надо вот там шаблон кидаешь фотки и пошло вся полиграфия не умрет когда всем людям будет нужно на бумаге да но надо нишу менять тогда для питьев нас теперь уже получается весь немолодой когда мы начинаем при молодыми 25 лет это проработать но то есть это существовало кормила 80 продолжает я предприятие не то чтобы она прям процветает не умирает люди же руки работают хорошо то есть именно как полиграфия а не как переводчицкой агент да ну вообще как издательство то есть мы можешь сказать предприниматель так если я руку на сердце ну я вообще больше конечно после жизни ведомым так что я больше примазался так скажем так хорошо без хорошо клип но у вас не было ни когда мыслишь что-то я физтех вроде заканчивал там было ну и что и и ушло нет не совсем ушло где-то по моему году девять четвертый девятдесят пятом году я мне тогда вот немножко денег уже появилась с перевод я сдал экзамены на поддель в колумбийский университет то есть вы английский был да и то что я успешно сдал потом уже по дороге все простил тогда вот я по моему даже и не поехали и не поехал по двум причинам по двум причинам значит что не нашлось денег для того чтобы обеспечить свое существование здесь студенческая а во-вторых выяснилось что жене визу дадут а права на работу нет ну конечно посмотри и мне только партия к сожалению разрешение было только частично можно было хорошо их да и к сожалению это в том числе не было не ни на что было конечно что не он был реализовать это делал понял понял и так оно и к сожалению умерло да как-то но файлент но романс видимо да 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 ну что же хорошо ладно теперь я понял ваша полиграфическая деятельность потом вы случайно сыграли в лотерею потому что думали надо куда-то дочке поехать учиться я знаете как-то в париже был помню там в метро вот когда стоишь вот этот тоннель ждешь поезда ну тут точно платформе этот тоннель в котором поезд ходит и стенка напротив и на стенка стенка напротив это довольно неприглядно это там не тут там станция станции за и там не москва там где-то верно да но тем не менее там реклама много на этих стенках висит и вот висела реклама значит участвуйте в лотереи green card для учебы для туризма то есть они даже не говорили переезжай а говорили для учебы хорошо для туризма хорошо удобно то есть видимо не какие-то услуги предлагали по заполнению на сервис вряд ли это американские там органы рекламируясь какие-то конторы которые помогают заполнять но они даже не гастром можно иммигрировать учебы для туризма внимание что есть такой белорусский сай green card бивай там тоже реклама стоит на такая что если вы видите green card то то будете без проблем путешествовать в сша когда хотите путешествие не совсем туризм то есть вы сможете вы должны достаточно часто навещать иначе вас ее заберу да там ну да ведь ну да видимо они оказывают услуги по заполнению потом ну что же хорошо ладно какие у вас были ожидания вот вы думаете там сколько вам 50 сколько все 3 54 думает приеду сейчас в америку свои 53 чего буду делать не было мысли на чё там делать было и так 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 и давайте прыжину тоже вот жена чего думает делать поскольку его не тоже сколько она носит в средствах массовой информации все суждение проработала без сумасовой информации сша ну мало перспективных путей поскольку совсем не знает английского то есть он у нее есть конечно зачаться в виде окей после каждой фразы говорили как весь английский а еще да и окей и но уже пошел уже можно хай так вот поэтому она сама мало рассчитывает на карьеру вот хорошо а что бы она хотела делать вот и но сейчас там которые дludерсом ну ну у нас у нас у нас у нас у нас был опыт мы когда собачку завели у нас 1 было за все время собачка мы первое время ходили к таким вот они там в парках общественных там они так гуляют там по кругу команды выполняют там но это было всегда ее хобби то есть она может собак воспитывать ну что конечно у нас дома собака замечательно живет член семьи нашей так хорошо поэтому я думаю что это хобби могло бы стать и профессия абсолютно единственно что тоже надо общаться с клиентурой надо с собаками тоже по-английски понятно да он стей фил но по крайней мере это не такой барьер как в сми потому что у меня должен не просто свободно владеть он должен водить и у меня замок на факты и так поймёт начальники хорошо ладно ну что же значит это понятно с вами чего но я пока вот к вам пришел так то есть я думаю что для меня это хорошие перемены хороший шанс может быть один из немногих шансов здесь поскольку я своем издательстве занимался им найти сферой так то есть все оборудование все 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 это висело на мне но там же есть два человека которые вместе со мной занимались вот ну главное в не висело еще ничего занимался там сайтов хорошо ну вот то есть а как вы узнали что есть такая школа вообще вообще профессия там тестировщика ну и тебя стало интересоваться после как узнала выигрыши то фантисоваться возможности трудоустройство есть полгода назад узнав о выигрыше вы еще называется там почесали репу и пошли разбираться прежде чем решить ехать или ехать и должен понять как у них перспективы трудоустройства так я понял я с этого и начал да то есть это то есть вы узнали о нас например не от жены почему нет жены жены узнал от жены точно понятно хорошо ладно узнал от жены а потом значит я понял не то что там нагуглил где-нибудь ну хорошо она здесь было когда сша узнали выигрыш на сша да да я помню этот момент то есть то есть так как бы она так сказать мы мы познакомились там по случаю и ага вот такая такое совпадение как приехала муж там выиграют хоть надо так она мне кажется сама-то не привыкла к этой мысли я когда что если вы помните мы же с вами мы по skype разговаривали тогда вообще я еще не осознавал что происходит не вполне себе понимал что меня ждет я не был уверен что я так вот быстрее есть путь пробегу у нас были документы которые были очень непросто добыть жены с женой связаны поскольку она у нас в двух государствах проживала вот я уже была справка еще возле в пекистане а вот и нужно было справку оттуда они судимости получить так и значит удаленного нас отделки получилось она результате летала ташкентства что и одно дело получить справку о несудимости когда есть пару судимостей а другой когда задумать нет то уже пошел получил справу что нет бюрократия не очень просто устроен к сожалению она по-узбекски может что-нибудь сказать боюсь что нет я покинул она конечно слова знает но по-моему не говорит она по-моему из русской различной части ташкентом хорошо так вы уже тут в среду начали учиться на сегодня пятница сегодня был второй урок ну и как вообще первый урок вообще я вел но мне все что преподаватели говорят здесь на слов все понятно то я там иногда смирилась вставлять свои факты сегодня кто вел ольга понял понял то есть нас хорошо понимать вот с нашим русским акцентом хорошо понимаете гораздо быстрее чем вы да вы чё да да она очень много вставляет част 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 который но тем не менее да и все равно понятно что она говорит все равно понятно вот я познакомился тут на занятиях прямо у меня соседка дама и за я не я не знаю я не знаю и дизельна смита можно откуда же смит это может вот то что сидел вот чан драта из малайзии чандры из малайзии довольно сюда вот а я тоже думал что везде оказался она такая куча рябинькая как хорош такая чандра симпатична вот оказалось что я с ними вполне способен как-то общаться да я вижу вы так сидитесь на беседуете ну вот я был убежден что у меня непреодолимый какой-то языковой барьер да я вас моя но вот нет потихоньку я на улице стал общаться но это из того что я рассказывал она была как-то полезно или она была так как бы мы не дошли до полезного почему первый урок почему ну во первых конечно то что вы говорили я уже успел прочитать других материалов это раньше успел так вот и важно что но вы всегда в одном должен быть очень правильным правильным направлении в правильном ключе и у меня были совершенно новые моменты вот которых я ничего не говорили этот разговор о классификации учеников или органации учеников я несколько раз уже делал до 1 1 4 5 а вот классификация уровней обучения да вот четыре уровня значит проникновения в материал да и я считаю что это очень инструментально потому что человек когда что-то учит он всегда может себя спросить я это просто прочитал и как бы понял или я могу сейчас взять ли из бумажки это написать это всегда можно спросить я могу написать ну-ка давай возьми напиши и если ты не можешь написать то ты не знаешь ничего и ты не можешь получить работу и ты просто теряешь время зря поэтому если ты хочешь на бумажку написал не написал еще раз еще раз еще раз и в итоге пошел и тогда ты уже выучил поэтому я стал уровень с уровня 2 начинается работа на уровне 1 работы нет конечно это важно же подставочка а в подставочке конвертики похоже на же грин карты может быть не грин карты и это называется моя дочка дарья вячеславна это значит это из social security администрации это номер социального страхования ножки там не ощущать нет 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 это бумажечка еще один номер социального страхования да это супруга так а вот это я сам давайте супруга с отчеством дочка до отчеством а вы даже в визе отчество канал длинность и мальчик мы теперь знаем что не двое детей еще мальчик илья сколько лет они близицы с дашей 18 лет в апреле а он где будет учиться у это самое сложное у нас барабанщик наверное будет свою группу создавать понял ударник держите вот так совпало значит от имени и по поручению правительства соединенных штатов я вручаю номера социального страхования новым батарейщикам вот так что если могу я хочу сказать вот эти вот посмотрите вот этот у меня по фамилии диана по фамилии диана 300 трое евгений елена и артём диана жиды посмотрите-ка вот сюда какое число на конверт на штампе август 30 2016 больше года лежит август 30 2016 года я их скайпе у себя нашел я бы так забирать будете или я это может быть там за полцены кому-то так они не ответили такая вот фигня очень быстро мне сказали что три недели а вышло ну мы уехали 16 числа только очень 26 10 дней всего тут на конверте есть дата январь 20 то есть это она у меня уже неделю лежит до меня в голову приходилось просить я думаю хорошо что заметил хорошо что заметил вот так что а так выходил без без номера социального страхования вот так друзья у нас в офисе тут решаются решаются многие важные вопросы а смотрите мне сегодня что принесли приехали люди западной украины и там у них есть какие-то длинные промыслы промыслы это называется знать как а вот то вот тут есть на эти штучки называется где-то где-то есть надпись сейчас сейчас найдем какая-то какие-то там были надписи смотрите это вручную люди раскрашивают глиняные кружки это это шарик новогодний это новогодний шарик они по-моему слайда называется петру кивка село село петру кивка а и там прямо имя вот н шевченко да как это наталья или там наталья шевченко из петру кивки значит передаем большой привет она как матрешка на самом деле так вот она как матрешечка она можно может разняться вот и там еще есть бабушка который 76 лет друзья это тоже для елки под дырочкой тебе балбу дыра на лобзиком выпилил а потом раскрасить ну может быть и там пацаны выпилили а бабушка вот раскрашивает давайте друзья вот такие вот штуки хохмочки такие у нас такие штуки у нас на кухне висят замечательная инсталляция а вячеслав тоже не с пустыми руками приехал вячеслав приехал с книжкой по диете значит мы там с товарищем познакомились он к из могилёва познакомились на круизе и он похудел там на какой-то шикарной диете называется ленипайская диета автор диеты ничего об этом не написал но написал один из его воспитанников пациентов вот и я говорю это книжка которую надо иметь уже нам такое рассказали про эту диету такое рассказали очень теперь у нас есть книжка так что я как вот так не оказалось да я я как якубович что-то у меня вот халаты я мой но телевизор же есть даже не заткнешь там вот я так не застала так застал и у нас тут конечно не пьют огурцы соленые так найти домашние нам не везут но так шоколад вот всякое всякое кем головные уборы так что у нас тут все вот например удостоверение о приеме в пионерскую организацию вот значок пионерский этого современности прием уже да я не уверен это 78 год москва 78 год это я институт закончил мне кажется такой не получил я такую получал шестьдесят шестом году прям удостоверение получали и не помню написанная смерть не вписали кто же миша партнер так аккуратно писали вступая в ряды всесоюзной пионерской организации там все дела с последние получается горячо любить свою родину почему же это они конечно имели ввиду что родина это они да это право как бы кроме них родины и нет вот если их не рады что уже и родину не любишь это они так искренне верю я думаю не искренне искренне верю что родина если не они так кто но по-моему кто-то из наших юмористов да и шибица моему сандерович да цитирует все время мне правда очень нравится не путайте не путайте отечество с его пьесконительством ну это вы знаете что это была такая я не помню дословно салтыкова щедрина наверное да такая была такая да я очень любил его молодые годы это была единственная антисоветчина который так открыто публиковал салтыков щедрин настоящая антисоветчина он конечно не знал он думал что он против царского режима там гадости пишет прослушать на тисноветчины был на экране достаточно у того же райкина и предостаточно взять хотя бы командировку в париж утверждено утверждено там уже ванецкого ну такие были времена они сейчас эти не только не знают что куда волга впадает но они не знают вообще как жили люди как жили их родители там бабушки и дедушки и я вот рассказываю иногда какие-то истории как вот в этом в кб я еще думаю рассказать про народные дружины выходили в народную дружину ходил вот в колхоз не ездили никогда на сельхоз работе за это ж надо надо же молодежь должна знать я обычно люблю рассказывать про распределение детских колясок имени лавочкина в девяностом году у меня это была актуальная тема вот но мне и не дали потому что для получения коляски нужно было иметь 20 лет стажным помню лавочки знаете что это может быть уж совсем развалилась мы уезжали в девяностом году в самом конце нового 22 ноября девяностого года мы уехали я не помню чтобы уж так как-то коляски эти другие что магазины все были просто пустые совсем абсолютно пусты да и это было и а по радио объявляя у кого есть машины кто в состоянии добраться до полей которые там вдоль там шереметьевского шоссе туда ленинградской так приходите берите картошку бесплатно сколько вы несете в общем чтобы не погибло я не помню вот когда мы со стройки рядом своей стройкой вскапывали землю сажали картошку это было в начале девятых да ну это я гонюшка раньше там да ну что же есть есть чего вспомнить значит мы мы расскажем и про колхоз и про дружины народные что еще такое что народ должен знать из того времени до лекции по научному коммунизму никто не вспомнит а что там рассказывать ну вот это как сейчас вот первый канал включить то что но ведь уже выходные должны быть у заниматься в институте для вас вместо того чтобы всю неделю посвящать свои специальности да вы по крайней мере там две-три некоторые недели и четыре пары в неделю посвящали вот общественные за да общественные дисциплины были семинары были не только лекции конечно я потому и говорю что в этом месте да ну что друзья у нас впереди много тем в частности вот вячеслав я надеюсь он у нас с нами не последний раз мы будем за ним наблюдать вот вы видите человек как бы с инженерным таким бэкграундом большим перерывом в инженерной деятельности таким как бы начальным английским или скажем так подзабытым до начального и вот и он тут сейчас он будет потихонечку в себя приходить и не боитесь так работу искать работать не боитесь и работать я не боюсь работаю искать боюсь поскольку опыта в принципе поиска работы нет так его в принципе не существует в советском союзе работу не искали так туда на распределяли направляли то есть то что я успел застрел а вот а потом когда образовал свое предприятие 4 года вот это предприятие где мы с вами сейчас сидим вот так она переезжала немножко но вот так 4 года и сижу уже там 23 года я со старшей дочерью она же поделился опасениями что для меня проблема искать работу и не умею составить элементарного резюме она была так удивлена старшую как это составить резюме это еще не искать работу она но тоже нужно друзья в резюме моему составил бы это вообще это как бы мы не составили одной из умы то есть не было по большому счету я в своей жизни может быть три четыре интервью прошел понял а я приехал я бы мне до 34 года и разве я составлял резюме не они все не нашаты говори в россии какие в россии я жил без резюме 34 до 34 лет и даже менял несколько раз работы там анкету заполняли да там были за границей не не служили ли там дедушка бабушкой в белой армии у меня даже было разбирательство когда я написал что мы родители никогда не бывали за границей вдруг выяснил что мама окажется с покойным дедом по сию год провела в германию когда он был составе оккупационных войск я знаю меня вызвали разбирать есть такой знаете анекдот как в кгб там значит приставали к еврею к тому и но там разные обстоятельства всякие там типа где берете деньги там в тумбочке а кто туда кладет где вы берете так в тумбочке были такие разные и самое и ему говорят вот вы пишете в анкете что у вас нет родственников за границей нет как же нет когда у вас двое детей живут в израиле так идите на родине я за границей вы были в такой ситуации хорошо ладно друзья значит мы я думаю анекдотом и закончим пожелаем вячеславу успехов она знаете еще такое каждый раз как покажешь кого сразу вопросы начинает какие-то вопросы а имела можно ему написать там еще что-то пишите вот в комментариях а вячеслав там отметиться и там может поотвечаете на вопросе не пропадать то есть как бы хорошо удовлетворяйте интересы нашей публике хорошо ладно все значит у меня левая рука у вас правая вот об этом машем и говорим пока пока все счастливо